Поздравляю с днём создания МОН! Ура! 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 Для бойцов сургутского спецподразделения Росгвардии, ныне именуемым как отряд мобильный особого назначения, 4 апреля – особая дата. Именно в этот день, 4 года назад, началась их история. И именно сегодня на территории базы состоялось открытие и освещение мемориала, увековечившего память погибших при исполнении служебного долга. Благословляет и освещается памятное место сие окроплением воды, сие освященное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сейчас под патронажем Росгвардии Югры находятся 33 семьи сотрудников и военнослужащих, погибших в горячих точках. Четыре из них проживают в Сургуте. В их числе супружеская пара Виталия и Луизы Штоц, чей сын Юрий погиб при выполнении долга в Чечне в сентябре 2001 года. Сегодняшний день для них стал днем памяти и скорби. Им трудно говорить. Но в таких случаях слова и не нужны. Погибших вспоминают минутой молчания и возложением цветов. Те, кто в строю и несет службу, по праву считаются элитой окружной системы МВД. Они способны решать любые поставленные перед ними задачи по охране правопорядка и защите граждан, как в Сургуте, так и во всей Югре. При этом работа по совершенствованию материально-технической базы и строительству необходимых для сургутского подразделения ОМОН объектов продолжается. Одним из вопросов, которые сейчас перед нами стоят, это совершенство учебно-материальной базы, это окончание строительства базы ОМОН в городе Сургут. И тогда в полной мере мы уже будем пользоваться собственными тирами, спортзалами, площадками для подготовки, тактическими городками. Тогда, конечно, будет наиболее эффективна уже подготовка личного состава и боевое слаживание. Строительство всех этих специальных мест для тренировок находится в финальной стадии. Планируется, что они будут введены в эксплуатацию до следующей знаменательной даты, когда бойцы сургутского подразделения ОМОН отпразднуют свой пятилетний юбилей. Иван Рябцев, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Продолжение следует...